Здравствуйте, это Акцент Дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и резонансные события. Сегодня говорим о добровольцах из ближнего и дальнего зарубежья, желающих участвовать в СВО и что мешает им это сделать. В китайском сегменте интернета набирает популярность ролик пользователей по имени Ула, который включился в помощь российской армии и отправил дроны для наших бойцов. Кто еще не только словом, но и делом готов поддержать Россию? И почему мы практически не пользуемся услугами тех, кто хочет сражаться с нами плечом к плечу? Давайте обсудим это с экспертом на связи со студией, глава Координационного совета движения «Русский союз» Алексей Кочетков. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Ну вот действительно, почему в рядах тех, кто сегодня воюет с коллективным Западом, нет нашего иностранного легиона? Нет какой-то такой исторической практики, но ведь это же ерунда. В годы гражданской войны очень многие сражались. Здесь десятков стран в рядах Красной Армии, ну я могу назвать Олега Дунгича, да, самого известного, наверное, серба, который как раз воевал в Донбассе. Сейчас эта практика нами не используется. Почему? Ну, это вопрос к современной российской военной бюрократии, потому что, ну ладно, гражданская война. У нас в годы Великой Отечественной войны целые армии состояли из иностранцев. У нас была 1-я и 2-я армия войска польского, где были советские офицеры и рядовой сержантский состав в основном состоял из польских военнослужащих, ну, скажем так, граждан бывшей Польской Республики. Поэтому у нас были чешские формирования, даже немцы были, собственно, служили в нашей армии, в советской армии. Поэтому никаких препятствий, собственно говоря, не идеологических никаких нет. Единственное, только чисто организационные какие-то препоны. Для этого должно быть политическое решение, мне кажется, только и всего. Потому что, ну вот смотрите, в прошлом году, накануне перехода народной милиции ДНР в состав вооруженных сил России, вообще остановили приток любых добровольцев. Если до этого наши добровольцы Русского Союза просто приезжали в Донецк и через военкомат города Донецка просто становились военнослужащими народной милиции, то вот до марта месяца эта практика была остановлена, невозможно было даже контракт подписать. То есть даже своих добровольцев не пускали. У нас были случаи, вот у меня анкеты лежат, люди так и не смогли попасть в наши вооруженные силы, потому что, являясь русскими людьми, но не имея российского паспорта, это доброволец из Донбасса, ой, доброволец из Молдавии, гражданин Молдавской республики, и гражданин Азербайджана по фамилии Иванов, да, с такой классической азербайджанской фамилией, оба не смогли стать военнослужащими, потому что у них не было российского паспорта. И как мы не бились, как не пытались договориться через Москву решить вопрос, так до сих пор и не решили. Алексей Владимирович, а вот может быть у вас, у вашего союза или у ваших коллег есть какие-то данные? Вот мы о каком количестве людей, готовых действительно сражаться плечом к плечу, говорим? Это единицы, сотни, тысячи? Ну, ко мне обращались люди из разных стран. Я так, ну, не буду сейчас так в эфире это все рассказывать, но у нас лежат материалы где-то на несколько сот человек из Восточной Европы. То есть это Венгрия, Словакия, Польша, как ни странно, и балканские страны. Это все славяне, которые готовы приехать. Есть обращения от немцев, есть обращения от граждан Соединенных Штатов Америки, есть обращения от французов, ну, это, правда, в основном потомки наших соотечественников. То есть практически, если бы при желании, могла бы быть вся Европа или вообще весь мир, не только, в кавычках, цивилизованный, но и вообще люди со всего, так сказать, пространства мирового. Я слышал от коллег, от знакомых, что, в принципе, граждане африканских стран, там, где мы оказывали серьезную помощь в свое время или в настоящий момент, люди тоже готовы были бы приехать и оказать нам помощь. Тем более, что тут даже, ну, понятно, что тут все-таки в первую очередь люди поедут по идейным соображениям, но даже чисто из меркантильных, зарплата у добровольцев такая, которая ни одному африканцу даже в самом-самом ярком сне не снилась. Алексей Владимирович, вы говорите о нашей военной бюрократии, может быть, обойти ее тогда через частные военные компании, через какие-то другие механизмы, если люди действительно хотят помочь? Вагнер пытается этим заниматься, и у них там есть иностранцы, насколько я знаю, но тут ведь еще, понимаете, люди-то хотят приехать, помогать, именно если мы говорим о добровольцах, а не о наемниках, то люди хотят приехать и воевать вот именно как бы под своими флагами, со своими идеями, ну, по крайней мере, из Восточной Европы, как минимум две группы, которые хотят именно создавать свои подразделения в составе каких-нибудь более крупных частей российских вооруженных сил. Или нужно говорить сейчас о создании добровольческой бригады с российским офицерским корпусом и с рядовым и младшим командным составом из числа иностранцев. Ну, как известно, 11 марта верховный главенкомандующий Владимир Владимирович Путин дал поручение Министерству обороны обеспечить участие добровольцев со всего мира в специальной военной операции. У вас есть информация, как выполняется это поручение? Я вообще не слышал, чтобы оно хоть как-то выполнялось. Ну, очевидно, это надо, так сказать, задавать вопросы Министерству обороны, раз они это поручение получили, значит, им кому-то что-то там расписали, значит, есть ответственное лицо, это ответственное лицо, наверное, должно как-то там отчитаться. Насколько я знаю, там, например, Федеральная служба безопасности ничего против не имеет того, чтобы иностранцы воевали в наших вооруженных силах. Ну, кто там еще может быть против? Министерство иностранных дел традиционно, но, я думаю, тоже вопрос решаемый. То есть, все только зависит от Генштаба и Министерства обороны, как они быстро, так сказать, начнут шевелиться. Но тут еще есть один важный момент. У нас ведь есть еще такие, скажем, бывшие иностранцы внутри страны, которые массово получают паспорта, но не торопятся вставать на воинский учет. Вот это тоже ведь серьезный резерв для нашей армии. Вы имеете в виду выховцев из бывших союзных республик? Да, люди, которые приезжают сюда на заработки, получают здесь паспорта, бегом бегут, получают разрешение на оружие, но почему-то на воинский учет не становится. Хотя ведь на самом деле было бы совершенно правильно, что любой новый гражданин, которому позволяет возраст, прошел бы через вооруженные силы. То есть, гражданство это не только, так сказать, какие-то блага, но это еще и ответственность. Если вы уж действительно решили стать гражданином нашей страны, если вы действительно хотите влиться, стать частью общества, чтобы к вам не было никаких вопросов, то, наверное, надо пройти через службу в вооруженных силах изначально, а потом уже, так сказать, идти искать себе какое-то место работы. Я думаю, что здесь эту проблему тоже надо внимательно рассмотреть. И иностранцев, которые получили за последние 10 лет наше гражданство, их нужно призывать в армию. Они должны также исполнить свой долг перед новой Родиной. А кто не хочет, в таком случае можно, так сказать, продолжить свою трудовую деятельность там, откуда они приехали или где-нибудь в другом месте. Алексей Владимирович, вот такой непростой вопрос. Я слышал, что граждане бывшей Украины, или бывшие граждане Украины, как правильно сказать, которые готовы тоже вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации, а их не берут. Ну, видимо, из соображений безопасности или еще чего-то. Но ведь это же в корне неверно. Люди выбрали, сделали свой выбор. Они хотят освобождать свою землю. Почему их-то не берут, непонятно. Ну, это очевидно, опять-таки, та же самая ситуация, что и с иностранцами, вернее, с гражданами русской национальности, но не имеющим российского гражданства. Я думаю, потому что, ну, вот у нас в части, которую мы курируем, у нас много людей, которые только недавно стали гражданами России, но у них есть паспорта, они подписывают контракт, а они служат. Я думаю, что единственное, наверное, препятствие, что нет паспорта. А так, я, честно говоря, просто, может быть, с этим не сталкивался. Это где-то, может, там, в Херсоне, в Запорожье. В Донецкой Народной Республике такой проблемы нет. Бывшие граждане бывшей Украины, став гражданами России, становятся военнослужащими совершенно спокойно, без проблем. Насколько я понимаю, на сегодняшний день в Российской Федерации нет закона об иностранных добровольцах. Кто может инициировать этот закон, и что в нем должно быть прописано, и, главное, как быстро он сможет быть принят? Ну, все зависит от, наверное, профильного комитета. Тут должны этим заниматься, в первую очередь, наверное, комитет по обороне, комитет по безопасности, ну, и, наверное, там, кто там еще у них, какие-то смежные комитеты, возможно, да. Нужен правовой статус иностранного добровольца, то есть это четко должно быть понятно, что это не наемник, да. То есть наемники и добровольцы – это несколько разные категории, мягко говоря. Вот. В принципе, при желании все делается достаточно быстро. Мы видим, когда наши законодатели хотят, то все очень быстро, так сказать, проходит, все согласования, все стадии, чтение, да, и потом закон быстро принимается. Тут, опять-таки, я говорю, что нужно политическое решение. Ну, наверное, еще и администрация президента, курирующая Государственную Думу, там, их департаменты, они, наверное, тоже должны для себя определиться, чего они хотят, и дать соответствующую команду, чтобы этот процесс двигался. И все. Я думаю, никаких сложностей здесь не может быть, и не должно быть. Действительно, это даже политически очень важный момент. Если у нас появятся добровольческие бригады, интернациональные бригады, наш конфликт приобретает совершенно другой вид, что называется, да, и мы, как бы, не оправдываемся постоянно, да, мы показываем, что мы действительно сражаемся не только за свои ценности и за свое будущее, но и за ценности и будущее огромного количества людей не только в Европе, но и во всем мире. И, конечно, люди, которые готовы приехать и с оружием в руках отстаивать свои взгляды, свои ценности, это лучшее доказательство нашей правоты. Ну, Алексей Владимирович, в этом случае, вот, видя, да, то, что происходит сегодня на Украине, давление на веру, давление на церковь, давление на прихожан, на священнослужителей и так далее, наверное, правильнее уже было бы говорить, там, не просто о специальной военной операции, да, но о некой священной войне за защиту наших ценностей. Вот в этом мотивация тех, кто хочет приехать к нами добровольцами. В чем она вообще? В том числе, да, защита своих традиционных, христианских ценностей, своей именно традиционной христианской цивилизации, для многих европейцев, в первую очередь, это очень важный аргумент. Потому что люди в Европе, даже придерживающиеся там каких-то правых взглядов, прекрасно отделяют защиту традиции от неонацизма. И то, что неонацисты, это люди, это сила, это секта тоталитарная, разрушающая эти традиционные христианские ценности, это тоже в Европе многие понимают. У нас вот, ну, наверное, не будет таким большим секретом. Вот венгры, которые к нам обращаются, они именно хотят сражаться под своими венгерскими традиционными знаменами и именно как защитники традиционного христианства, в том числе и европейского. Это все-все прекрасно понимают. А сейчас, тем более, после того, как действительно вот эта бесовская ваханалия началась на Украине, это, мне кажется, становится уже просто понятно даже самым-самым заскорузлым там безбожникам и атеистам. И вот я постоянно в интервью привожу эти примеры, что наша армия стала стремительно меняться. У нас огромное количество частей появляется, которые берут себе в название имена святых. То есть сейчас в российской армии есть батальон святой Георгий Победоносец, святой Александр Невский, святой Андрей Боголюбский, святой Илья Муромец, батальон Архангел Михаил, ну и так далее, и так далее, и так далее. Их становится с каждым месяцем, условно говоря, все больше и больше. Люди крестятся. Мы привозим мощи святых на фронт, в госпиталя огромные собираются, ну не толпа, а группы военнослужащих, которые прикладываются к мощам, участвуют в молебнах, ходят на службы. Об этом вам скажет любой на сегодняшний день полковой священник, который находится на линии боевого соприкосновения. Что сейчас, вот с точки зрения веры, в войсках наблюдается настоящий подъем, огромная потребность. Это тоже говорит о том, что мы стали частью священной войны, что мы стоим именно на пути вот этого сила сатанизма, который идет на нас с запада. Алексей Владимирович, правильно ли я понимаю, что если вот этот вопрос законодательно, там каким-то еще другим образом не будет урегулирован с иностранными добровольцами, то таким образом мы оттолкнем их как бы, да, отвергнем. Они с чистой душой идут, а мы не принимаем. Это ударит и по имиджу, и в принципе вообще по стране. Ну, это сеет определенные семена сомнений в нашей правоте с их стороны. То есть они не понимают, а почему, собственно, мы вроде говорим одно, декларируем одно, а на деле поступаем несколько не так. То есть мы заявляем о том, что мы стоим на защите того, чтобы очень близко огромному количеству людей во всем мире, и в то же время мы отказываем этим людям в праве участвовать вместе с нами в борьбе с этим злом, с которым на сегодняшний день столкнулась мировая цивилизация. Поэтому, да, действительно, это очень такой вопрос, скажем, щекотливый для нашей власти, потому что здесь нужно решение принимать достаточно быстро. Оно должно быть взвешено, оно должно быть продуманное, но оно должно быть быстрое. Кто сказал, что правильные решения должны рассматриваться, вынашиваться годами или десятилетиями, нет, можно правильные решения принять и сейчас проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами, в том числе пригласить, может быть, представителей потенциальных добровольцев или организаций, которые выступили с инициативой. Проработать вопрос, вынести его на рассмотрение в Государственную Думу, у нас Госдума работает и не собирается прекращать свою работу. Вот, пожалуйста, господам депутатам есть чем заняться, давайте быстро это все дело обсудим и примем соответствующий закон. И у нас не будет серьезных проблем, в том числе и с высококвалифицированными специалистами. Потому что вот из тех анкет, которые я видел, потенциальных добровольцев, то все в прошлом, люди или военнослужащие, или полицейские, или, по крайней мере, люди, понимающие, куда они едут. Очень мало романтиков, там, каких-то студентов или, знаете, таких вот людей, несколько оторванных от реальной действительности. Большинство из этих людей, которые изъявили желание или обратились, они понимают, куда они едут, они понимают, какого уровня война идет и какие к ним будут предъявляться требования. Это люди, которые уже оружие в руках держали, особенно на Балкан. Спасибо, Алексей Владимирович. Напомню, у нас на связи был глава Координационного совета движения «Русский Союз» Алексей Кочетков. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин